Как следует ухаживать за кожей лица? Что может посоветовать нам Клеопатра сквозь века? Какое питание поможет улучшить и омолодить кожу лица? Смотрите видео до конца и узнаете, как надо ухаживать за своей кожей. Прежде чем рассказать о рецептах Клеопатры, хотим поблагодарить всех наших зрителей за положительные отзывы о наших выпусках. Ваше мнение очень важно для нас. Мы всегда внимательно читаем ваши комментарии, они помогают делать новые интересные видеосюжеты. Если вы еще не подписаны на наш канал, то только нажмите на красную кнопочку и сразу после опубликования видео прилетит к вам. Мы хотим, чтобы вы были здоровы, бодры и активны. Не болейте! Каждый человек хочет всегда хорошо выглядеть. Первое впечатление складывается по внешнему виду, где наибольшее значение имеет лицо. Именно лицо определяет общее состояние человека, а на лице важное значение имеет, как выглядит кожа. Именно поэтому в основном женщины уделяют большое внимание уходовым процедурам за кожей лица. Как следует ухаживать за кожей лица? При проведении процедур для лица следует придерживаться некоторых правил. Если есть желание хорошо выглядеть в любое время суток, в жару и мороз, на фоне стрессовых ситуаций и на отдыхе. Расслабляться не стоит никогда. Какие правила надо выполнять, чтобы кожа долго сохраняла упругость и влажность? Была лишена различных высыпаний и оставалась без морщин. Кожу лица надо. Очищать два раза в день, применяя различные щадящие средства. Тонизировать, используя различные вещества, повышающие упругость кожи. Осуществлять легкий массаж. Увлажнять. Именно водный баланс сохраняет кожу от преждевременных морщин. Питать, применяя масла и питательные маски, необходимы для поддержания структуры кожи. Применяя все процедуры, следует помнить о соблюдении некоторых правил, необходимых для того, чтобы выглядеть молодо и привлекательно. А именно, умываться только чуть теплой, кипяченой или родниковой водой. Вместо умывания можно протирать лицо кубиком льда из-за отвара лечебных трав, окажут положительный эффект ромашка и череда. Ни в коем случае не применять мыло, оно сушит и выщелачивает кожу. Косметикой пользоваться только одного производителя и нещадно выкидывать просроченные принадлежности. Не наносить травмы кожи лица, самостоятельно выдавливая прыщики и черные точки. Использовать защитное средство при ярком солнце и на морозе. Проводить массаж кожи лица, обязательно следуя массажным линиям. Пить достаточно воды и правильно питаться. Соблюдая рекомендации, можно добиться того, что лицо станет моложе выглядеть и очистится от различных воспалительных элементов. Чтобы еще лучше выглядеть, можно спросить у Клеопатры, чем она пользовалась в те далекие времена, чтобы избежать дефектов на коже. Что может посоветовать нам Клеопатра сквозь века? Конечно, у царицы Египта были свои секреты сохранения молодости и красоты кожи. Одним из них является простая, но очень содержательная маска, состоящая из овса, молока, косметической белой глины и меда. Сделать ее можно в домашних условиях. Понадобится по столовой ложке каждого ингредиента. Овес следует превратить в муку, можно использовать кофемолку. Мед надо растопить, добавить теплое молоко, овес и белую глину. Полученную смесь наносить на подготовленное лицо. Как подготовить лицо? Надо распарить кожу лица над травяной ванночкой, подойдет шалфей или ромашка. Далее наносить на кожу состав мягким, чуть втирающими, массажирующими движениями. Подержать в течение 20 минут, затем смывать, используя теплую воду. После маски нанести питательный крем. Состав маски определяет ее подтягивающее и омолаживающее свойства. Каждый из ингредиентов обладает большим количеством положительных качеств. Мед оказывает противовоспалительное и очищающее действие. Разглаживает текстуру кожи, сохраняет молодость клеток. Молоко способствует регенерации клеток, поддерживает упругость и обладает отбеливающими свойствами. Овсянка питает и подтягивает кожу. Нейтрализует последствия неблагоприятного воздействия факторов внешней среды. Солнечные лучи, мороз, декоративная косметика. Белая косметическая глина подтягивает и увлажняет кожу, убирает морщинки и складки. Другие цвета глины могут также использоваться, но применять их надо в зависимости от качества кожи. Так розовая глина подойдет тем, у кого нежная, склонная к аллергии кожа. Желтая для сухой проблемной кожи, а красная при высокой чувствительности кожи. Маски-клеопатры помогут улучшить состояние кожи лица в любом возрасте. А что еще? Кроме прекрасно действующей, эффективно омолаживающей лицо маски, царица Египта проводила процедуры, восстанавливающие и поддерживающие кожу всего тела. Из художественных фильмов, рассказывающих про те времена, мы узнаем, что одним из важных оздоровительных факторов были теплые ванны, в которые добавлялись различные активные вещества. Так, средством, которым пользовалась часто клеопатра, были ванны с добавлением розовых лепестков. В современном исполнении это можно заменить розовой водой, добавленной в обычную, или розовым маслом. Ванна с розовыми маслами окажет не только положительный эффект на кожу, но и улучшит настроение, расслабит нервную систему, успокоит психику. Она может применяться как с общеукрепляющей, тонизирующей и общеукрепляющей целью. Еще в те времена, да и сейчас, активно используется молоко для создания разглаживающего и тонизирующего эффекта. Надо добавить в воду 3 стакана молока, немного меда и оливкового масла. Такая ванна сделает кожу мягкой, шелковистой, уберет складки и повысит влажность. После целебной ванны следует отдохнуть 30-40 минут, завернувшись в простыню. Тогда кожа надолго сохранит приобретенные свойства. Еще отличным питающим и увлажняющим эффектом для кожи лица является состав из воды 200 мл, сока алоэ 2 столовые ложки, чайной ложки меда. Для усиления лечебных качеств рекомендовано настаивать состав в течение 12 часов в серебряной посуде. Использовать для протирания и умывания лица, после ополаскивая прохладной кипяченой водой. Что еще использовали в древности, чтобы сохранить свежую кожу и хорошо выглядеть? Яичные желтки помогали для ухода за волосами. Применение для мытья головы яичного желтка, смешанного с медом и миндальным маслом, делало волосы гладкими, блестящими и послушными, осуществляло питание кожи головы. Для улучшения текстуры кожи и противостоянию целлюлиту применяется скраб из морской соли и сливок. Надо смешать полстакана густых сливок с 200 г морской соли. Этот состав наносить на проблемные места и держать в течение 20 минут, потом смыть теплой водой. При регулярном применении кожа начнет выравниваться. Использование средств для кожи, переданных от прекрасной египетской царицы позволяют. Омолаживать и сохранять кожу, задерживать процессы старения. Выравнивать текстуру и цвет кожи. Улучшать микроциркуляцию крови и лимфы, что положительно сказывается на метаболизме в каждой клетке кожи. Повышать уровень кислорода, а значит совершенствовать тканевое дыхание кожи. Доносить непосредственно для каждой клетки питательные вещества и сохранять влагу. Оказывать противовоспалительный эффект. Нейтрализовать мелкие очаги и дефекты кожи. Активно регенерировать и устранять морщинки и отеки. Использование всех косметических хитростей для максимального эффекта должно сочетаться с правильным питанием и активным образом жизни. Какое питание поможет улучшить и омолодить кожу лица? Для того, чтобы кожа всегда сияла и лицо выглядело моложе, необходимо использовать продукты, содержащие витамины, оказывающие положительное воздействие на кожу, микроэлементы и достаточное количество белка. Необходимо устранить из своего рациона жирное и копченое блюдо, отказаться от алкоголя и никотина. Поддерживать кожу в хорошем состоянии поможет оптимальное количество жидкости, которое не должно быть меньше полутора литров в день. Основными продуктами на столе должны быть овощи, фрукты, крупы, нежирные сорта мяса и наоборот жирная океаническая рыба. Также кисломолочные продукты и яйца. Питание кожи при помощи различных средств снаружи и достаточное количество полезных веществ, получаемых изнутри, сделают кожу гладкой и чистой. Не ленитесь применять средства, которыми пользовались женщины еще в древние времена. Ведь они абсолютно натуральные и только улучшат качество вашей кожи, а значит вы будете всегда хорошо выглядеть. Это придаст вам больше сил и улучшит настроение.